Сказку о муромском калачнике и заморских чудесах театра кукол Франт теперь увидят и в Москве. На первом международном фестивале театров кукол «Хрустальная петрушка» наш коллектив расскажет о муромском калаче через приключения калачника Ванюши. Театр кукол Франт еще совсем молод. Недавно он отметил всего лишь свой второй день рождения. Несмотря на столь юный возраст, интерес к его спектаклям растет в Муроме день ото дня, что собственно и неудивительно. Не имея пока своего помещения, театр с постановками путешествует по всем городским учреждениям, где уместен счастливый детский смех. У нас нет такого четкого подразделения актер, декоратор. У нас все универсальные. Людей у нас много. Мы, к сожалению, пока нигде не базируемся. Мы сейчас боремся за здание. Хотели бы, чтобы у нас появился дом свой. Но пока дома нет. И мы путешествуем. Мы путешествуем и по садикам, и по школам. И, конечно, в основном по детским домам, по социально-реабилитационным центрам, по приютам. Так же, как и сам театр, молоды и его актеры. Почти у всех педагогическое образование объединяет любовь к театру и, конечно же, детям. Я учусь в Муромском педагогическом колледже. В данном спектакле я участвую в роли птицы, птицы-царевны, которая помогает главному герою Ване достичь своей цели. То есть побывать в своем городе, в котором он хотел бы быть главным, чтобы его замечали еще больше. Но потом он все-таки понимает, что самое главное для него местечко на земле – это его родина. И с помощью, опять же таки, меня-птицы он возвращается обратно к себе на родину. В ближайшие дни в столице будет проходить международный фестиваль «Хрустальный петрушка» в числе участников – Камерный театр кукол Японии, Германии и Нидерландов. Свою работу на этом престижном форуме представит и Фран. Зрителям покажут сказку про простого муромского паренька Ванюшу Калачника. И это главный персонаж – калачник, муромский калачник Ванюша, которому надоело жить в Муроме, печь для бояр и князей калачи. И он захотел повидать заморские страны, где все есть и дворцы, которые на солнце сияют, и еда, которая сама собой на столах появляется. И отправляется он в путешествие. Встречает на своем пути злодея кедриву обжору, встречает чудо-птицу, которая помогает ему осуществить свою мечту. И попадает таки в чудо-город, где живет один год, два, три, а потом начинает скучать по своей родной родине. С корабля на бал. Сразу же после Москвы Фран будет играть у нас. В рамках фестиваля «Театральная весна» сказку о калачнике можно будет увидеть на сцене ДК имени «Тысячестолетие Мурома» 30 марта в 18 часов. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости, Муром.